Комментары и поведомления на форумах с первого Снежня инкогнито покидать Нельга. Ник по раннейшему может быть любым, а не только с привязкой до реального номера телефона. Могчимы и иншие способы идентификации. Отповедное положение зацвердил Совет Министров Беларуси. Мета у такого решения некальки. У первую очередь это попереджение и объяснение правопорушений в интернете, а также повышение культуры открытых диалогов. Об новых правилах публичных выказываний в интернете расскажет Марина Джалая. У положения Саумина все расслаблено, докладно и прозристо. Попередняя идентификация необходима при створении кристальникам ульякового записи на интернет-ресурсе. Для этого нужно заключить договор. Например, как активовать ульяковый записи, кристальник отримает смс с кодом на указанный при заполнении погоднения номер телефона в соцсетку или на почту. Способ, який позволит идентификовать человека, владельник интернет-ресурсов, означает пропонуя сам. Он и будет нести отказность, незалежно от того, какую форму идентификации выбрали комментаторы. Специалисты подкресливают, что смс-верификация – наибольший эффективный и широко расповсюдженный способ. Он выкористовывается как при регистрации ульякового записи у соцсетках, так и на большинстве интернет-ресурсов. Важное удокладнение на один номер на каждом сайте або форуме можно будет зарегистровать только один логин. Далее, после активации ульякового записи, кристальник может размещать на сайте поведомления або материалы, у тым лику комментарии да поведомлению инших кристальнику интернет-ресурсу при умове авторизации на сайте. Для этого нужно увести логин и пароль, указанные при регистрации. Коли уладальник интернет-ресурсу отрымая от упауноважных держорганов звездки про то, что кристальник при регистрации аккаунта увел лыжевую информацию, то пахаднение может быть скасовано у однобаковым парадку. У нового вядзения есть некольки мета. По-перше, антикриминогенное. Это продухиление правопорушения у интернете. Процедура по передней идентификации дозволить минимизовать для уладальника ресурсу рызыки, связанное с размещением кристальниками супраць правной информации. По-другое, тут есть и культурно-моральный аспект. Треба повышать узровень правовой культуры, поводзена у интернете. И не варто забывать, что на большинстве интернет-ресурсов уже иснуе який-небудь вид идентификации кристальников, який, конечно, комментирует на сайте. С парадком по передней идентификации кристальников интернет-ресурсу можно ознайомиться на национальном правовым интернет-портале беларуси права.бай. Принеджалая Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».